Ну, это лишь основа какой-то стратегии финансовой в обычной жизни. Мы сейчас попросим прокомментировать нашу небольшую аналитику, кстати говоря, финансовую аналитику Сергея Красноусов. У нас в гостях, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что касается того блока, который сейчас был, могу обозначить, какой момент. У нас сегодня очень много индивидуальных социальных счетов, и население Российской Федерации в массовом порядке начинает играть на рынке ценных бумаг. И в 2021 году мы увидим последствия того, как в 2020 году начали играть. А это означает, что финансовый рынок насыщается какими-то инвестициями вообще в целом? Он начинает насыщаться гражданами, которые никогда не работали с этими ценными бумагами, и он будет меняться. И вы это можете увидеть буквально открыто. Обычно граждане, которые никогда не инвестировали, начинают инвестировать, как правило, неудачно. Наверное, им нужно куда-то обратиться, я имею в виду, всегда нужна в этих вопросах помощь. Есть же те люди, которые подсказывают, или которые, вот, я это смотрела в фильмах, ну вот, купите эти ценные бумаги, вложите, и мы получим там гарантированный доход 10%. Нет? Не так? Здесь гарантированного дохода не будет никогда, потому что чем более гарантированный доход, тем больше риски, и вы можете потерять. А что касается информации, то ее точно надо смотреть на наших популярных порталах. Это порталы вашей финансы, финансовая культура, где, а, бесплатно, б, минимальные знания вам предоставят. Сергей, вот эти люди, которые массово, как вы говорите, кинулись, значит, играть на биржи, инвестировать вот в какие-то там рискованные истории, они в большинстве своем останутся при своих, потеряют вообще, насколько, вот, знаете, есть правило в рулетке, там, новичкам везет, кому... Вот здесь это работает. Люди, которые, процент людей, которые первый раз выходят, вот, ввязываются в эту авантюру, насколько они успешны? Сложно сказать, но в экспертном сообществе предполагается, что большая часть из них, к сожалению, потеряют, потому что у них нет навыка именно игры, у них нет навыка оценки рисков, и они могут получить разочарование. И сегодня Центральный банк делает все возможное, чтобы граждане не разочаровались в инструментах. Большое спасибо, большое спасибо вам. Я же говорю, что нужно обращаться к специалистам в этом вопросе сразу же, допустим, и с кем-то попутно, да, чтобы кто-то подсказывал. Ну, а мы хотим вернуться к теме дети и деньги все-таки. Вообще-то, да, мы хотели поговорить об этом. Да, вот ребенок, особенно в пубертатном периоде, вообще, с какого возраста нужно приучать ребенка к финансам, к тому, чтобы он ценил деньги, какую-то роль? Может быть, с конфет начинать, вот конфеты, может быть, для пятилетнего ребенка больше цены конфеты, чем деньги, сами бумажки, например. Знаете, начинаем с пяти лет. То есть общий возраст, когда мы начинаем об этом говорить, и о чем мы начинаем говорить? Первое, о том, что да, есть деньги, мы можем просто давать им эти деньги, вот они могут посмотреть. В пять лет уже можно давать карманные расходы. Причем важно, что эти карманные расходы, а, должны быть, они должны быть регулярны, и это, условно говоря, мои деньги. Но они должны быть ни за что? Или там, вот ты помыл посуду, я тебе дам на 50 рублей? Разное. Есть мнение, мое экспертное мнение, что мы не должны поощрять ребенка за те действия, которые в реальной жизни не будут поощряться. Никто не поощряет ребенка за то, что он учится, никто не поощряет ребенка за то, что он будет убирать дома и мыть посуду. Это нереальные ситуации, мы должны создавать исключительно реальную ситуацию в деятельности. А за что можно поощрить ребенка? Какие-то, может быть, сверхзадачи, которые мы ставим, например, если ты добьешься в том, чтобы участвовать в Олимпиаде и выполнишь, да, как-то будешь, может быть, тогда поощрение? Возможно, такие ситуации, да, когда мы говорим именно про сверхзадачи, но тоже надо понимать, насколько эта сверхзадача в реальности существует. Допустим, когда мы говорим про олимпиадное движение, да, в Москве, в Красноярске есть большие компании, большие группы, которые работают ровно на том, что они зарабатывают на олимпиадах. Тогда мы говорим, да, ты можешь заработать на олимпиаде, условно говоря, на победе в международной олимпиаде, получить полмиллиона рублей и так далее. То есть реальность должна быть. Не поощряем за то, что не будет встречаться. Хорошо, тогда каким образом ребенок может получить или накопить, если он даже уже понял систему, что ему нужно накопить, например, на тот же самый телефон, ну, такая банальная тема, он говорит, откуда я могу получить доход, если я не зарабатываю? Как родители вот с этим должны? Смотрите, когда речь идет про ребенка, надо смотреть возраст, да. Если ребенок, когда еще не может зарабатывать в силу российского законодательства, допустим, у меня исполнилось еще возрастом 14 лет, то родители могут сами поощрить его определенным действием. Но как это? Словно говоря, вы понимаете, что за отправку той или иной документации или за напечатывание того или иного текста можно заплатить денежные средства? Вот моя коллега, когда готовилась у нас к фестивалю финансовому, ей надо было техническую задачу решить. Сын подходит, говорит, мама, ну это же элементарно. Раз решил, 200 рублей получил. То есть то, что реальности может встречаться. То есть помощь в работе вне. Вот пришла моя дочь и говорю, так, все, сегодня ты будешь ведущей, прочитая вот это и вот это, да, и можно ей доплатить. Но это сейчас я просто веду. Скорее всего, это подготовка текста вам, да, то есть поиск информации, то есть за то, что действительно может быть использовано. И тогда она получает этот навык, ну и дальше работает с ним. Слушайте, ну а вообще дети и деньги, ведь сейчас же они встречаются все чаще. Я имею в виду, у нас есть примеры, когда молодые блогеры, там какие-нибудь 10-летние, с огромным количеством подписчиков, могут монетизировать, значит, свой успех в соцсетях. И на них действительно обрушивается известность и колоссальные денежные средства. Вот как-то, да, родители должны регулировать. Насколько это вот самостоятельная история, или все-таки там некий родительский андер-контрол должен существовать? Когда мы говорим про ситуацию контроля, он, конечно, существует. А он связан с безопасностью, прежде всего. Это безопасность от мошеннических схем, это безопасность от распространения данных самого ребенка. Поэтому у нас есть запрет на сбор данных о несовершеннолетних. Вы каждый раз, когда на сайт заходите, делаете отметку, что там 18+, для чего? Для того, чтобы эти данные можно было собирать. То есть родители отвечают за безопасность, и родители отвечают за культуру траты. То есть когда мы говорим про денежные средства, они передаются, они передаются регулярно, а дальше родители обсуждают, как было потрачено. Первое правило, которое не надо нарушать, вы не должны забирать эти денежные средства. Это его денежные средства. Смиритесь с тем, что вы отдали деньги, это его денежные средства, тогда он сможет их сам тратить и формировать ответственность за свое поведение. Это очень важно с учетом максимальной закрепентованности сегодня населения. Пусть он лучше в 5 лет на милых пони потратит, чем в 25 ипотеку возьмет под пешеный. Скажите, вот еще вопрос, реальный вопрос. Моя дочь просит завести ей 10 лет, она просит завести ей детскую банковскую карту. Она мне говорит, вот эти наличные деньги, они меня, говорит, не очень привлекают. Заведи мне карточку, потому что ей кажется, что карточка у мамы бездонная, собственно. Она может тратить вот где. И вот каким образом вот такую ситуацию стоит ли заводить или лучше выдавать наличными четко ограниченную сумму? Здесь сюжет связан с российским законодательством. В 10 лет еще ребенок не получит возможность использовать банковскую карту. Ну и нет, она просит, чтобы я сделала, привязала к своей карте. Привязывайте ее к банковской карте. У нее должно быть понимание, что это ее периодический доход. А дальше уже в 10 лет можно говорить о том, а как будет происходить ситуация трат и введения бюджета. Тогда вы говорите условия. Будем ввести бюджет, будем, соответственно... То есть, можно сказать, записывая все свои траты, куда ты тратишь, допустим, а мы будем каждую неделю анализировать или каждые 3 дня анализировать, куда ты тратишь. Вот у меня дочь, я в 5 лет начали давать. Последний вопрос про стратегию накопления. Если ребенок, ну и пользуясь, я не знаю, какими-то карманными средствами экономии, формирует там какой-то бюджет под какую-то мечту. Как, в общем, сконцентрировать его усилия, как его направить на наиболее эффективный путь к достижению? Накопление какой-то структур. Первое, что надо делать с ребенком, надо обсуждать его бюджет. 19% населения Красноярского окраина, только 19% вообще обсуждают бюджет. Соответственно, дальше вы в диалоге с ним начинаете обсуждать его потребности, зачем ему это надо. Потому что принятие решения в этом случае это его решение. То есть только через диалог с ребенком. Менторские схемы здесь не работают, если это не вопрос безопасности. Если давлять в это информация, вот если давлять, например, на ребенка надавить, что нет, давай потратим на это, или вот давай будем копить, а ребенок не хочет, это к чему может привести? Это, наоборот, к обратному эффекту как раз, да? Этого нельзя делать, потому что сейчас, по сути, это его деньги, это его деятельность. Вы можете только помогать, если эта помощь требуется, или это вопросы безопасности. А если ребенок, как раз мы говорили о том, что блоги большую информацию, большие деньги получают, родитель может попросить у ребенка денег, займы? Это же отношения в семье, если ребенок зарабатывает больше, то родители могут просить у него денежные средства, потому что это семейный бюджет, по-разному выстраивается. Ну, в принципе, у меня вопросов не осталось. Да ладно? Хорошо, большое спасибо, Сергей Крестовусов, финансовый аналитик был у вас в гостях. Последний вопрос, деньги портят людей, вот как финансовый аналитик, скажи нет. То есть это на благо. Да. Сколько людей, столько мнений. Друзья, сейчас блок полезной информации, всем самое доброе утро.